Бай Янь живет в Китае. В течение 13 лет он работал в полиции, а его основной задачей было управление 30 полицейскими собаками, которые были в его департаменте. Со временем, Бай очень привязался к собакам и они стали его настоящими друзьями. Когда Бай сам вышел на пенсию, он начал задумываться о том, что с собаками обращаются несправедливо. У них не было счастливой старости, их либо отдавали в приюты, если они были здоровы, либо усыпляли. Бай совершенно не хотел, чтобы так обошлись и с теми псами, с которыми он долгое время работал и успел подружиться. Мужчина построил свой собственный приют для стареньких полицейских собак. Он потратил на это более миллиона юаней, около 150 тысяч долларов. Этот приют был специально спроектирован для того, чтобы песики наслаждались своей старостью. Там были полосы препятствия, ведь для таких собак очень важно продолжать тренироваться и на пенсии, чтобы поддерживать себя в форме. О постройке собственного приюта Бай задумывался еще и во время своей службы. Дело в том, что одной из его собак поставили страшный диагноз – рак. Врачи не сильно хотели что-то делать для Сони, так звали собаку, поэтому предложили усыпить ее, чтобы сберечь время и лишние расходы. Но Бай слишком любил ее, чтобы сдаться без боя. Он взял ее на свое попечение и начал делать все возможное, чтобы исцелить Соню. Он готовил для нее специальные ванны каждый день и окружал ее любовью и заботой. Он самостоятельно оплачивал счета за ее лечение. И это дало результаты, Соня сумела выздороветь. Бай понял, животные нуждаются в помощи и поддержке абсолютно так же, как и люди. Теперь он делает все возможное, чтобы собаки на пенсии были счастливы. Их можно назвать моими напарниками, но на самом деле они моя семья, говорит Бай. Бай прикладывает много усилий для работы своего приюта. Он каждый день готовит собакам еду, дает им лекарства и играет с ними. Для него нет выходных и праздников, он каждый день в приюте. И он знает, что его работа очень важна для песиков. Если вас не оставила равнодушным эта история, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!